всем привет с вами мистер билл и мы приветствуем вас на нашем втором канале на этом канале мы будем рассказать обо всем что происходит нашей жизни что происходит в наших съемках как мы снимаем что мы покупаем куда мы ездим в общем обо всем и сегодня мы вам первое что расскажем это мы наконец-таки купили для наших видео новую экшен камеру критерии у нас были недорогая со стабилизацией и с каким-то определенным комплектом чтобы был там аквабокс какие-то еще примочки приблудочки чтобы это все отдельно не докупать и мы нашли такую камеру не знаю насколько она хорошо прям вот классно снимать это оценивать вам мы снимем на нее разные кадры у нас разным освещением покажем вам как она снимает чтобы вы могли решить нужна ли вам такая камера и так вот она эта самая камера вот так выглядит ее коробочка называется на g mini magic и 4k в ней присутствует вай фай в ней присутствует стабилизация она может снимать 4k видео но разрешение 4k 24 кадра в секунду не знаю сколько это будет кому интересно стандартная здесь запись это full hd при 60 кадрах в секунду вот это самое оптимальное разрешение при котором можно снимать она аквабокс здесь можно судя по описанию по мере аквабоксе можно погружать до 60 метров под воду это очень классные характеристики не знаю как ты будешь снаряднее 60 метров под воду но если 60 метров я думаю 6 метров она точно выдержит это мы тоже какими потом проверим отдельно снимем что есть еще интересного у нее ее можно использовать как видеорегистратор у нее есть функция записи по 2 минуты по 4 минуты по 10 минут и либо полное до полностью забивание всей камеры у нее есть два экрана в отличие от такой же камеры это hds 6000 есть hds 5000 и 4000 чем они отличаются в hds 4000 нет 4k 5000 нет экрана по моему 4k тоже нет я не уверен и там нет экрана второго экрана который отображает то что характеристики вашей съемки так ну что пробующего такая начнем распаковывать посмотрим что там есть пять ты ее мои руки-крюки так первая такая интересная коробочка отдельная и остается еще одна коробочка открываем это дело так 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 ты ее моё вытащили но такие две картонки выкидываем что здесь здесь мы видим вот такую вот интересную упаковку две черные коробочки и посередине камера не достанем в аквабоксе вот такая вот интересная камера небольшая сейчас мы ее отдельно рассмотрим давайте посмотрим что она здесь еще есть первая коробочка люблю коробочки знаете ли так здесь у нас вот такие вот на двустороннем скотче штучки для прикрепления скорее всего на шлем ну либо куда-то на какую-то плоскую поверхность так это раз что у нас дальше дальше у нас шнурочки для крепления на руль на руку вообще на разные круглые поверхности не только так два таких шнурочка и два вот таких вот шнурочка забавных как они тут работают засовываешь раз и зажимаешь что здесь у нас здесь у нас еще различные крепления скорее всего они рассчитаны на присоску на какие-то приспособы еще определенные может крепление на грудь или там еще куда-то так или мусор что она здесь здесь у нас крепление для камеры вот такое вот с двух сторон видите такие вот и закрутки это можно прицеплять к моноподу либо к штативу ну наверно даже квадрокоптеру можно так это ложим сюда и вот этот по сути а вот это вот такая то сюда видите как она сделана раз и у вас получается такая вот прищепочка хлоп прицепил где-то зацепил на заборчик там на веточку и снимаешь легко разбирается довольно неплохой такой интересный набор так дальше что у нас дальше у нас вот такая вот штука это крепление на руль ну скорее всего либо на какие-то круглые поверхности единственно что крутилки как по мне коротковаты я не знаю у кого такой вот тонкие рубля зажмет она вообще на руль нет мне кажется нужно более длинные крутилки принципе они отдельно продаются можно это дело прикупить так смотрим дальше дальше у нас целых три стяжки богатые люди положили целых три стяжки такую вот блатную упаковку это конечно очень круто стяжки в такой упаковке по три штуки это это жир это я не знаю как это назвать ну ладно так все больше в этой коробочке у нас ничего и эта коробочка не вытаскивается она как-то тут приклеена так что мы ее закроем смотрим чего у нас дальше есть дальше у нас присутствует такая тряпочка тряпочка для протирки объективов или экранов мягенькая приятненькая с какими-то даже рисуночками очень хорошая тряпочка зачетная дальше дальше у нас очередные крутилки вертелки для крепления на разные приспособы для удлинения определенных можно допустим вот так вот ставить прикручиваешь и соответственно у тебя уже более длинное соединение для вращения для какого-то определенного угла как вот интересно запасные всякие штуки здесь у нас еще одна такая штука соответственно тоже ответе и можно тоже использовать как удлинение то бишь сделал раз потом тут поставил допустим бокс еще что-то ту лишь можно удлинять эта штука ведь еще разделяется вот так вот лишь можно это открутить это прикрутить допустим креплению экшн камеры вот сюда допустим вот завертеть и прикрутить допустим это все дело прикрепить к штативу ну или еще куда-то так в общем ладно целая куча всякого тут такая интересная это все можем 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 это все нафиг так чем тут еще еще одно крепление еще одно крепление тоже видите такого же класса тоже можно что-то им они по-моему даже одинаковые да да только разные у них повернуты с разная ну можно с них тоже что-то сопоставить это сюда это сюда и можно сделать длинную такую вот пердуллу так чем у нас еще шнурочек для зарядки кстати по моему насколько я помню я смотрел обзор распаковки такой камеры только 5000 hds там еще в комплекте шли зарядка для автомобиля и зарядка для камеры для обычных резеток вот здесь идет только шнурок то есть подразумевается что зарядка у вас уже какая-то есть и поэтому тут только шнурочек такой вот самый обычный самый примитивный шнурочек в принципе меня это не пугает зарядка как для машины так и для обычно у меня есть поэтому но вообще как-то интересно могли бы каждую положить делать коробочку побольше так что она здесь еще все это коробочка пустая и она туда даже вот так вот может достаться здесь у нас такая вот штука в которой лежал аквабокс здесь у нас какая-то картонка а это даже достается тоже еще одна коробка здесь у нас инструкция и гарантийный талон который у нас почему-то не заполнен но это как всегда чтобы потом ничего не делать это убираем инструкция полностью на русском все принципе понятно переведено хорошо все описано как чего куда как пользоваться здесь беспроводное управление видите можно с помощью android управлять либо ios подключаешь и через телефончик управляешь камеры тут написано киностройки характеристики технические в принципе все то же самое что написано коробкино так давайте посмотрим саму камеру это все пока так вот стороны и так вот она сама камера она у нас находится в аквабоксе аквабокс довольно неплохой такое все держится чуть-чуть поскрипывает но но вроде как плотненько так тут сразу крепление прищепка какая-то его можно конечно перекрутить на любое другое из тех что идет комплекте также можно просто снять сейчас мы его давайте откроем так открывается но вот так вот раз и получается вот она наша камера вот она такая маленькая аккуратненькая небольшая совсем с наклеечкой так давайте мы это все сразу поснимаем не люблю на кличке так это сняли убираем и здесь у нас на объективе еще одна наклеечка сейчас мы ее сдерем и я уже тут отклеил нам камеру дали с витрины поэтому то есть есть убрали и так вот она вот такая камера маленькая насколько я видел вообще так камеры другие она примерно объективно размерами такая же как и все остальные не больше не меньше насколько я знаю аквабокс вот этот вот такой же как под под gopro и все приблуды которые есть на gopro подходит под эту камеру все крепления фишки там все остальное так здесь что у нас здесь здесь у нас два экранчика вот первый вот у нас второй кнопка включения объективчик здесь у нас кнопка съемки здесь у нас микрофон здесь у нас присутствует динамик сюда вставляется флешечка мы сюда вставили такую вот флешечку на 32 гигабайта 10 класса ну если вы хотите написать 4k лучше побыстрее вставят но нам 4k не надо поэтому и 10 класс хватит спокойно hdmi выход и маленький usb все как должно быть ну что включим что он скажет не хочется сейчас захотела и так вот она включилась ободки светятся красивым таким синим цветом экранчик работает снимает здесь у нас сразу что мы видим что стоит сейчас видеосъемка разрешение видеосъемки время дата также время которое мы можем снимать для сохранения сколько мы всего можем снять по времени также здесь еще какие-то все что-то там не знаю что это в общем значит очень много то что включенный микрофон есть это не знаю что такое батарейка у нас здесь указано в общем это все надо читать в инструкции что он там значит мне пока это не особо интересно спереди у нас кнопочка выключения на экранчике у нас отображается опять же что режим съемки стоит видео цикличность выключена так это у нас качество съемки 1800 на 60 кадров время и дата и батареечка так много попробуем сейчас включить как она снимает что она показывает во время съемки снимает не теперь снимает когда она снимает видео начинает моргать ободки оба предупреждающие о том что идет съемка для того чтобы как она у вас не стояла вы видели что съемка идет также идет сразу показаться время съемки батарейка моргает также лампочка, индикатор, обозначающий, что идет видеосъемка. Ну, а все остальное не поменялось, в принципе. Здесь у нас идет такая съемка. Не знаю, насколько там будет видно на экране. Мы вставим потом, снимем на нее на улице при хорошем освещении. И также в помещении снимем и вставим две такие врезочки. Посмотрите, какое качество при разном освещении. Также я, может, ночью что-то сниму при уличном таком плохом освещении. Тоже посмотрим, какой будут шумы. Как оно будет все показываться. Так, давайте посмотрим, что тут есть в настройках. Как в них залазить. Я вам объясню. Смотрите. Для того, чтобы залезть в настройки и вы включили камеру, нажимаете кнопку выключения. Один раз. Раз. Нажали. Сейчас, секунду, съемка пошла. Раз. Нажали. И оно переходит у нас в такую вот менюшку. Здесь можно выбрать либо видео, либо фото. По времени. Серию снимков. Все. Включайте. Она делает определенную серию снимков. Там какое-то количество. Просмотр того, что мы отсняли. И настроечки. Да, у нас кнопочка вот верхняя, которая нажимает. Вот она делает заход. Заходим. Здесь мы можем включить Wi-Fi. Для этого включаем Wi-Fi. Подключаемся к телефону. Скачиваем. Фотографируем ночь баркод. Переходим по ссылочке. И скачиваем приложение. Я пока этого не делал. Потом как-нибудь. Информация на экране можно сделать. Либо выключить, либо включить. Видите, вот можно выбрать. Частота сети. Мы сделаем 60 Гц. Дальше. Баланс белого. У нас состоит автоматический ISO. Цветность. Можно сделать цветной, черно-белый. Видите, вот и сепию. Четкость. У нас стоит мягкая. Но также можно сделать высокая, средняя еще. Я вам скажу, что при высокой четкости идут шумы. Даже при чуть-чуть не очень хорошем освещении, сразу идут шумы. А вот при мягкой, в принципе, все нормально. Как бы так довольно. Экспозицию тут можно менять. Гироскоп здесь есть в этой камере. Его можно включить-выключить. Хотя, честно говоря, я не совсем понимаю, для чего он здесь нужен. Вот он что включен, что выключен, но ничего не меняется. Так, смотрим дальше. ТВ-режим. То есть можно подключать к телевизору. HTSK. ТВ-выход выключенный сейчас на данный момент. Автовыключение можно сделать. Через какое-то время надо выключить камеру. Выключение экрана, чтобы он не сажал батарею. Можно тоже выставить либо никогда, либо в определенное время. Выключить 30 секунд, минута, 5 минут. И все. Так, ну, пускай будет минуты. Дальше. Дата, время выставлено. Это я уже все выставил. Звуки кнопок. Ну, вот они пищат. Мы не будем вообще пускай себе пикнуть. Языки. Здесь есть русский. И там целая куча других языков. Переворот. Переворот. Интересно. Давайте включим. Ага. Переворот. Это чтобы по-другому просто все было. Но автоматом не переворачивается. Я понял. Нет, нам эта штука не надо. Давайте мы ее обратно включим. Мне так больше нравится. Так. Дальше. Формат карты форматирования. Имя Wi-Fi можно задать. Wi-Fi пароль можно задать. Забросить настройки. И обновить версию ПО. Здесь версия вот такая. My GKE HD S6000. И вот такая вот версия. 2017-04-01. Версия 2. Не знаю, вышла ли новая. Я пока на сайт не заходил. Но я думаю, пока еще нет. Камера довольно новая. Так. Выходим отсюда. Кнопкой выключения. Все. Вышли. Мы вам вставим, как она снимает. Вы посмотрите качество съемки. Решите для себя, нужна ли вам такая камера. Хотите ли вы ее купить. Цена этой камеры 6900. Ну и в разных магазинах будет по-разному. Средняя цена от 6300 где-то до 7200. В разных магазинах. Вариант, как по мне, довольно неплохой. Ну все. Всем пока. Увидимся на нашем и этом канале. И также основном канале. Переходите. Смотрите нас на основном канале. Наши обзоры. Автотехники различной. И не только. И мототехники там будет. И там велотехники тоже со временем, я думаю, появятся. Ну а пока. Всем пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok